Новости спорта продолжают эфир ОТС в студии Михаила Якимов. Всем привет! Международные зимние игры Дети Азии позади. Все спортсмены вернулись домой. Напомню, сборная Сибирского федерального округа стала победителем этих соревнований. И сегодня в правительстве Новосибирской области подвели итоги выступления наших юных атлетов. В сборную округа в Кемерово выступало 22 новосибирца, которым в разных видах спорта удалось завоевать 5 медалей. 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовых. Наши ребята представляли Новосибирскую область в керлинге, лыжных гонках, хоккее, сноуборде и шорт-треке. В итоге высшие награды взяли представители керлинга Анна Иванцова и Лев Турченко, а также лыжник Дмитрий Трушкин, победивший в спринте. Серебро у хоккеистов, которые в финале уступили сборной Уральского федерального округа. Ну и наконец по бронзе взяли представители сноуборда. Это София Иванова, финишировавшая третий в финальном заезде в дисциплине сноуборд-кросс, а также лыжники Николь Ильина, Дмитрий Трушкин и Степан Никитин. В смешанной эстафете они уступили только сборным Дальневосточного федерального округа и Кузбасса. Борьба за первую строчку, как я уже сказал, она с первых дней между командами Сибирского округа и Москвы развернулась. Но вот все-таки сибиряки характер, видимо, есть у нас что-то, о чем мы всегда говорим по поводу нашего характера, проявили и доказали, что мы самые сильные. Отдельно хочу отметить вас, здесь присутствующих. Безусловно, это золото в керлинге. Спасибо огромное. В лыжных гонках золото и бронза, серебро, как я уже сказал, принесли наши ребята-хоккеисты и бронза у сноубордистов. Организация соревнований тоже очень хорошая, очень яркое открытие. И на арене все вот эта грандиозность, все ощущалось. Приходили болельщики, болели за свои команды. Полностью были забиты трибуны. Иногда это, конечно, очень отвлекало, мешало, но мы справились. Спустя 20 лет в Новосибирске вновь проходит чемпионат России по сноуборду в дисциплине Big Air. Сильнейшие райдеры приехали, чтобы побороться за звание лучшего в стране и показать трюки, достойные уровня крупнейших международных соревнований. Как отмечают сами участники и руководители Национальной Федерации Сноуборда, трасса, а главное, трамплин, подготовлены прекрасно и подходят для того, чтобы выполнить любые прыжки. Наша съемочная группа побывала на квалификационном этапе. Варвара Романова молодая, но уже опытная спортсменка. Одна из лидеров в российском сноуборде. Выступала на Кубке мира. А пока возможности участвовать в больших международных соревнованиях нет, выступает и завоевывает медали на важнейших российских. В этом сезоне уже стала призером чемпионата страны в слоубстайле. Сейчас в Новосибирске выступает на национальном чемпионате по Бигейру. Говорит, что конкуренция здесь серьезная. Все будут рисковать, потому что трамплин способствует тому, что ты можешь сделать любой трюк, который ты готовил, самый сложный. Какой у вас самый сложный трюк? Выглядит как сальто. Даблкорк называется. Под углом получается? Под углом, да. То есть получается два поворота ты делаешь под углом, а один у тебя в начале идет почти ровный. То есть и получается три оборота, да. Вот такие сложные трюки девушки выполняют в полете. Варвара и ее подруги по сборной Москвы прошли квалификацию лучше всех. Столичная делегация – одна из самых сильных на чемпионате страны. На склонах горнолыжного комплекса «Горский» чувствуют себя как дома. Сюда частенько приезжают готовиться к соревнованиям. Данный старт очень важен для нас. И уровень вырос. За эти пару-тройку лет мы с помощью подушки натренировали много хороших, сильных трюков. Ну и, соответственно, вот сейчас девчонки показывают результат. Всего восемь лучших девушек квалифицировались в финал. Следом отбор проходят парни. Их заметно больше, но в финале выступят только 12 сильнейших. Новосибирск хоть и зарекомендовал себя как база подготовки сборной страны в акробатических дисциплинах сноуборда, большими соревнованиями не избалован. Последний раз чемпионат России по сноуборду в дисциплине «Бигэйр» проходил в Новосибирске 20 лет назад. Но ситуация меняется. На Горском уже несколько лет успешно проводят этапы Кубка России. А в ближайшее время планируют работать и над другими направлениями сноуборда. Все развивается активно. Сколько трамплинов, новые канатки. Ну, хотелось бы, прежде всего, чтобы пайп, который, в общем, с чего начинал Новосибирск, это хавпайп. Это старейшая олимпийская дисциплина. И хотелось бы, чтобы ее все-таки довели до ума. Я надеюсь, что все, так сказать, лед тронулся, и у нас будет полноценная команда, именно сборная России по хавпайпу на базе Новосибирска. Но это планы не на ближайшие дни. А в четверг, 16 марта, в сноуборд-парке «Горский» выступят финалисты чемпионата России в дисциплине «Бигэйр». Самые сложные и эффектные трюки в исполнении лучших райдеров страны зрители нашего канала увидят в прямом эфире. Трансляция начнется в 11.00. На этом выпуск завершен. В студии работал Михаил Якимов. Мы продолжаем следить за новостями спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова